Каждому воспитателю досталась одна из возрастных групп и определенное направление для занятий. На подготовку всего один день. Упор на технологии, стимулирующие активную деятельность ребенка и развивающие его самостоятельность. Педагоги проявили творческий подход и блестяще выполнили задания в игровой форме. Дети, они очень реагируют на эмоциональное состояние взрослого. И когда они видят, что взрослый им дает любовь, они излучают столько тепла, столько энергии, что взрослый заряжается этой энергией и готов вкладывать в них больше и больше и больше. В этом году уровень подготовки гораздо выше, чем в прошлом году. Я не первый год в жюри. Очень приятно, что воспитатели демонстрируют современные образовательные технологии в работе с детьми. На минимум свелись технологии, которые касаются просто ручного труда. А максимум – это такие современные технологии, как проблемное обучение, образование дошкольников, это коммуникативные какие-то навыки. То есть вот тризовские технологии – это вот такие технологии, которые, конечно, сейчас обязаны применять в своей работе наши педагоги. Как отметили сами воспитатели, дети им очень помогали. Они проявили активность в играх, с интересом отвечали на вопросы. По итогам конкурса первое место заняла воспитательница детского сада номер один Елена Окружнова. Она и отправится в Краснодар, чтобы представить Анапу на краевом этапе конкурса. Но это будет в январе, а пока ее ждут дополнительные мастер-классы, а также курсы повышения квалификации.